МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, в США прошли 60-е выборы президента, на которых избрали 47-го главу Соединенных Штатов Америки. С 1845 года президентские выборы в этой стране всегда проходят во вторник, следующий за первым понедельником ноября. Традиция нерушима. Вот и в этот раз важный, как ни крути для многих на геополитической мировой арене, день выпал на 5-е число. Кто и что ждал от этих выборов? Давайте порассуждаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основных кандидатов, как вы помните, было всего два. Экс-президент США и кандидат республиканской партии Трамп, наш Дональд. И действующая вице-президент и кандидат демократической партии тетушка Харрис. Изначально от демпартии должен был баллотироваться давно непрямоходящий Байден. Но с учетом того, что до выборов он мог банально не дожить, да и вообще с трудом осознавал свое существование во времени и пространстве, демократы приняли решение выбрать кого-нибудь помоложе. Выбор был невелик, право слова и на Харристо еле наскребли по сусекам. Но что есть, то есть. Позвольте сказать о том, насколько переполнено мое сердце. Я полна благодарности за то доверие, которое вы мне подарили. Я полна любовью к нашей стране. И я полна решимости. Предвыборные программы кандидатов не так уж кардинально отличались, но в некоторых моментах расхождения немалое. Создавалось ощущение, что основная цель двух этих программ было максимально расколоть американское общество. Именно благодаря этому и шла нешуточная борьба между кандидатами, даже с учетом того, что ни рыжий миллиардер, шоумен Трамп, ни совершенно некомпетентная любительница мигрантов, ЛГБТ и прочий нечисти Харрис не являлись адекватным вариантом для четырехлетнего срока у руля страны. Я никогда не откажусь за борьбу за такое будущее, где американцы смогут реализовать свою мечту. Свои чания, где у женщин будет свобода распоряжаться собственным телом без диктата правительства. Давайте вспомним подробнее различия в их обещаниях, которые никто вполне возможно выполнять не будет даже в малом объеме. Но Трамп ратует за завершение конфликта на Украине еще до своей инаугурации за те самые пресловутые 24 часа. Готов на массовую депортацию мигрантов, находящихся в США незаконно. Сохранение за штатами возможности самостоятельно регулировать вопросы права на аборт. Сокращение федерального финансирования школ, где детей учат критической расовой теории и вопросам трансгендерности. Запрет трансгендерам соревноваться в женских видах спорта. Чувствуете, сколько миллионов человек и всех этих угнетенных меньшист желают ему смерти каждый раз, выключая на ночь свет? Я знаю, что вы думаете, что мы вступаем в темные времена. Харрис же хотела продолжать оказывать военную помощь Украине и не вести переговоры с Россией без участия Киева. Отменить налоговые послабления для корпораций и повысить налог на долгосрочный прирост капитала для зарабатывающих многовато. Подписать законопроект о поддержке профсоюзов и законопроект о гарантии права на аборт на общенациональном уровне, если такой поступил бы от Конгресса. Я буду просто счастлива, нам нужен Трамп. Нам надо, чтобы он был за нас, да он и есть на нашей стороне. Для нас не было никакого проката того, победит ли Трамп или Харрис. На самом деле оба они являются стороной одной медали. Пусть и различаются стратегиями. И Трамп, и Харрис олицетворяют глобальную гегемонию США и лишь немного корректируют пути для достижения своих целей в угоду избирателям. Достаточно вспомнить прошлый срок Трампа. Славянский мир, Москва или Минск мало что выиграли тогда от его избрания. И надежды на то, что экс-президент не останется заложником, антироссийских, настроений почти нет. Мнение, что республиканская администрация для нас выгоднее, чем демократическая, устаревшая, да и ничем не подтвержденная. Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом. Каждого гражданина, я буду бороться за вас, за ваши семьи и ваше будущее. Каждый день я буду сражаться за вас, пока дышу. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают ваши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА